Добрый день! Последнее время я усиленно занимаюсь всякой терминологией. Поле непаханное, как действительно выясняется. И несколько раз в течение каких-то обсуждений с Булатом я употреблял развлечение «есть и существует». Булат говорил, что нет такого, есть, наверное, такое. Я сейчас попытаюсь объяснить коротко, совсем коротко, для чего это нужно различать «есть и существует». Возьмем наш субъект и объект. Мы можем сказать, что они есть. Есть даже по самому факту, что я их здесь нарисовал. Дальше мы выясняем отношения между субъектом и объектом. Мы говорим, что объект, так, объект дан субъекту. Объект дан субъекту. Значит, объект есть, есть для. Объект есть для. Значит, этот есть, этот есть, а объект есть для. Так вот, вот это, это не равно вот этому есть. Это некое совершенно другое отношение, которое следовало, существует. Объект существует для субъекта. Например, субъект видит ангела. Да, 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 ангел, ангел как объект существует для, мы не говорим об антологическом статусе. То есть ангел есть отдельно, а субъект есть отдельно. Нет, нет, нет. И ангел есть отдельно. В данном случае есть отдельно, это, скажем, в нашем мышлении мы говорим, есть. Ну, как бы, я говорю, ангел, есть, ну, есть, есть понятие ангел. Ну, скажем, есть некий мир, может быть, в котором этот объект вполне даже себе, который можно долго обсуждать и считать, сколько их на кончике иглы. А вот можно замечать, как раз если я терминок здесь зашла, объект это в точности то же, что по-русски представление или предмет. Нет. Объект это метнуть перед. Нет. Здесь, вот я всегда очень против, скажем, этимология, она как бы должна помогать, но никогда не должна быть основанием. Этимология, как бы, мы можем сослаться на этимологию, порассуждать, но никогда это не аргумент этимологии. В данном случае у нас есть, вот скажем так, вот мы просто вот задумываемся о первичности какой-то, вот первичная данность какая-то, да, вот первичная есть, есть объект, есть субъект. Вот с этого мы начинаем мышление. Без ввода с субъекта и объекта мы не можем вообще ничего начать. И вот дальше отношения... Мы можем начать просто. Есть некого рода то, что называется, там, феноменальное что-то такое, да? Феноменальное? Неразвлеченный мир, как бы, да, в котором, как бы... Это все же не феноменальное. Если неразвлеченный, то он же не феноменальный. Нет, нет, ну вот как Гегель начинает, как с этого, да, что вот есть просто что-то нечто феноменальное, которое мы можем внутри... Ну, нет, Гегель не начинает с феноменального, во-первых. Ну, как он не начинает? В смысле, логика? Нет, это фенология. Феноменология духом начинает с непосредственности, да? Ну, вот была, была, была. Мы сейчас способов начать философию огромное количество. Нет, просто вы когда говорите, что начать с субъекта и объекта, это на самом деле так математика может начать, но не философия. Нужно как бы основать, откуда вы взяли какие-то субъекты и объекты, почему вам это понятно. Я могу Гегелю сказать так, что если Гегель с чего-то начинает, значит, он уже предполагает наличие субъекта и объекта. Нет, он на самом деле опирается на то, что нам очевидно. Очевидно, нечто феноменальное, непосредственное. Прежде всего, очевидность, первое очевидное, это его мышление, самого Гегеля. Нет, первое очевидное, это просто непосредственно. При чем здесь мышление Гегеля? На мышление еще надо дойти. Есть некое вот непосредственное, феноменальное... Но если нет мышления, то и нет вообще никакого... Ничего сказать нельзя. Ну ладно, давайте вирусовые слова обратно насчет начала. Значит, мы говорим, что объект существует для субъекта. И всегда, когда мы называем какой-то объект, мы прежде всего должны знать, для кого он существует. Должен выделить субъект, для которого он существует, и выделить, скажем, некое пространство его существования. То есть, ну, это как бы такое... Можно и не говорить. Но субъект для объекта есть для, нет. И субъект сам для себя не есть для. Вот субъект сам для себя не есть для. Он не дан ему. То есть, субъект не дан самому субъекту. В вашей философии, субъекта вообще нет? Как же нет? Есть. Нет, но вы же говорите, как субъект дан, чтобы он был, он должен быть дан. Нет. Его как бы нет? Он есть. Ну ладно, вот вы в самую точку попали. В самую-в самую точку. Различие между есть и существует. Субъект не существует, но есть. Другой пример. Вещь в себе. Вещь в себе не существует, она не дана никому, но она есть. Абсолют. Он не существует, он никому не дан. Нет такого субъекта, который мог сказать, что абсолют для меня есть. Нет такого субъекта. Теперь, если опять же опираться на Гегеля, все, что... Давайте не будем опираться на Гегел. Ну ладно, хорошо. Ну просто надо, чтобы не на себя не опираться. Не авторитетный человек, а Гегель вроде авторитетный человек. Поэтому лучше опираться на авторитет. Гегель бы сказал так, что все, что для кого-либо не существует, его просто вообще нет. Вещи в себе просто нет. Да, да, все правильно. Нет, ну ладно. Есть. То есть Гегель не водил. Различие между есть и существует. Я ввожу. Вот. И, скажем, для того, чтобы мне рассказать что-то о вещи в себе или об абсолюте, и отличить, скажем, абсолют от объекта... Абсолют же не объект? Не объект. Абсолют это... У него нет предикатов. У субъекта нет предикатов. У я нет предикатов. У брахмана нет предикатов. У субстанции нет предикатов. У нас есть нечто есть, которое мы включаем в наше мышление. В принципе, как-то подразумеваем что-то, но сказать ничего не можем. И для этого я обвожу это развлечение. То есть мне вот просто в моей философии нужно различать есть и существует. Объект существует для любого субъекта. Субъект просто есть. Потому что сказать субъекта нет, ну, о чем тогда можно говорить? Он есть. Но он не существует. Разница. А уж когда мы говорим о ангелах и все, это уже антологический статус существования. То есть, естественно, что антологический статус стола и ангела разный, но они существуют, потому что есть тот, для кого они даны. Вот данность – это и есть существование. Вот такое короткое пояснение, которое все время мимоходом, я это употреблял, есть и существует, никогда не объяснял. У Гегель, если не существует, значит и нет. Но для Канта… Все должно существовать для какого-то… Да, любой объект существует для какого-то субъекта. В этом смысл феноменологии. Да, в этом смысл феноменологии. Ваша история не феноменологическая. Нет, она чисто логическая. А субъект дан… Субъект существует для субъекта? Для себя самого, да. Нет, не существует. Как? Он сам для себя самого существует. Как? А субъект для самого субъекта – это объект. Нет. Да, субъект другой. Давайте про человека поговорим. Вот есть человек для меня. Он для меня существует, но не как субъект, а как тело. Как объект. Сначала как тело, потом как… Нет, как субъект он никогда для меня не существует. Ну, вот есть… У Гегеля тема как раз самосознания. Как существует самосознание? Нет, самосознание – это мое сознание. Когда я вижу другого человека, он у меня объект. Нет, у него слово «самосознание» означает как бы субъект, который дорос до понимания, что есть другие субъекты. Да. То есть это много… Да, Булат. Значит, я предполагаю, что у вас есть субъект. То есть вы ощущаете себя как субъектом, но мне это не дано. Для того, чтобы продемонстрировать это, можно обратиться к Канту. Мы скажем, когда я говорю, есть некое явление. Некое явление, да, вот. У нас есть некое явление, фономологически данное субъекту. Данное субъекту. Вот. И когда я вижу любое явление, я предполагаю, что есть еще вещь в себе. Она для меня не дана. Но по Канту она есть. Точно так же, как я смотрю на вас, я не дам объект, явление, но я предполагаю, что есть субъект. Но он мне не дан. Так как вещь в себе мне не дана, а дано только явление, так и дан объект человек, объект человек дан, но его субъект, его субъект мне не дам. Но его субъект это не вещь в себе. Нет, это не вещь в себе, это просто разные два примера. Два примера, когда мы можем сказать, что есть, передо мной что-то есть, это объект, и по этому объекту я предполагаю, что за ним что-то есть. Передо мной существует, для меня существуете вы. Когда вы про мошенника раз говорили, он не дан, субъект действительно, чувственно не дан. То есть вся данность... Он никак не дан. Вся данность это чувственная данность. Субъект мыслится как основание некоторого рода объекта, который... Но он мыслится именно как есть. Потому что как вы только скажете, существует... А я спрошу, а для кого он существует, и какие у него предикаты, какие у него качества, что мы должны им сказать. Мы о субъекте ничего не можем сказать. Как о вещи в себе, мы о субъекте ничего не можем сказать. А как ничего не можем сказать, если вы очень много чего сказали? Я говорю вокруг него. Вот например, Это пример из науки, ведь точно так же электрон нам всегда дан как определенного рода своих свойств. Да, свойства. Он существует. Но, тем не менее, мы ему заключаем к некому объекту, который называется электрон. Так нет, он существует только потому... То есть, такой другой субъект. Да, нам в проявлении многообразных свойств. Но в конце объединяя все эти свойства мы умозаключаем, что это другой субъект. Именно умозаключаем. Умозаключаем. Они что-то не дан нам чувствовать. Было точно так же, как мы умозаключаем, что есть вещь в себе. Ведь в себе тоже мы умозаключаем, но она не существует. Точно так же, как мы умозаключаем про субъект, он тоже не существует. Нет, в себе другого характера умозаключения. Такого же. Такого же. Такого же. Нет, Булат, вот все качества... Потому что я про субъект, я сам знаю о себе, что такое субъект. И когда я его умозаключаю по отношению к другому человеку, я умозаключаю то, что я и так знаю. А что вы знаете? Так, теперь возвращаемся... Потому что я и так знаю. Нет, Булат, теперь возвращаемся к знанию человека про себя. Вот что вы скажете про свой субъект? Назовите, он круглый, большой, синий, зеленый. Субъект является основанием... Вещь в себе является основанием явления. Без вещи в себе явления не будет. Основанием того, что можно назвать человеком. Вот, вещь в себе является основанием, ткалька полная. Дело не в этом, просто тут в чем ошибка-то? Ошибка состоит в том, что вы двигаетесь от понятия, а надо двигаться от человека. То есть, сначала я не человек, а потом вы говорите, что такое субъект, как понятие. Я могу сказать, что, может быть, по отношению ко мне, ваше понятие неприменимо. Поэтому, когда вы мне задаете, что такое у вас субъект, что такое это у вас понятие. Нет, Булак, вы сказали... У меня есть некая феноменальная данность моего самосознания, которую я понимаю. Я могу не назвать его словом субъект, но оно есть. Я его именно знаю. Как его... Так, Булак, знание, знание это конкретно. Каким знанием вы обладаете в своем субъекте? Что я сохраняю себя во времени, что, как бы, что я есть нечто, что сохраняю себя во времени. Это предикаты, да? Это не предикаты, это хранительностика. Это то же самое, что я могу сказать про вещь в себе. Это то, что сохраняется во времени и дает мне возможность... Если вы скажете так про вещь в себе, это означает, что она будет познаваема, и она... Нет, непознаваема. Ну как так? Я не могу сказать... Я точно так же, как вы говорите, что вот явление сохраняется во времени. Почему? Потому что есть нечто за ним стоящее, сохраняющееся, которое только есть, но не существует. Субъект точно... Вы описали точно такой же субъект, который сохраняется во времени, дает основание вашему существованию. Проблема состоит просто в том, что вы всегда говорите как-то внешне. Для того, чтобы сказать, что существует вещь в себе, должен быть субъект, который об этой вещи в себе говорит. Все равно будет всегда, основание в любой философии будет субъект. Ну что еще? Но это и отчетно. Поэтому нельзя говорить, что это то же самое, как про вещь в себе. Это не то же самое. Это не то же самое. Но аналогия, полная логика. Никакой аналогии здесь нет, на самом деле. Вообще говоря, возможность вещей оставаться той же самой состоит только в том, что я ее сохраняю вместе с собой. Я, сохраняя самого себя во времени, остаюсь в той же самой вещи, которую я отношусь. Да, и никакого основания вещи, стоящей за ней, то есть это чисто ваша выдумка. Нет, это не наша выдумка. Вы просто, вы даже много примеров и любопытых приводили, когда человеку подменяли вещь, да, там, нетермометра. И он все равно считал ее той же самой. Понимаете, это не моя выдумка. Конечно, есть основания в самом мире, почему вещь сохраняется. Но если бы не было моего сохранения... Да все, я бы не заканчивал, просто время уже. И подвожу итог. Значит, вот именно, чтобы различать то, что конкретно дано, дано, и существует для кого-то, оно существует. И то основание, о котором мы только мыслим, и есть, то есть основание есть, а существует то, что дано. Вот различия. То есть можно им пользоваться. Я могу сказать... Можно не пользоваться. Я заканчиваю уже. Но я могу добавить, потому что это просто развлечение бытия и существование у Гегеля. У Гегеля просто. Просто именно бытие, это и есть то, что мыслится, и то, что никак не дано. Можно так. То, что бытие решение в этом состоит. Бытие только мыслится, больше никак. Нет, то есть то, что... Феноменально мы не можем к нему прийти, но, тем не менее, мы по его мыслим. Вот. Второй такой пример. Мы должны сказать, что бытие есть, мы не можем сказать про него, что существует. Даже бытие есть нельзя сказать. Нет, есть. Просто бытие можно сказать. Почему есть? Есть только конкретные вещи. Нет, 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 Булат. В моей терминологии, в моей терминологии, я могу сказать, что бытие есть, субъект есть, вещь в себе есть, абсолют есть. а вещи существуют, сущие существуют, тела существуют, явления существуют, все, что нам дано, это существует. А то, что стоит за ним, что мы помыслим, это есть. Это вот просто такое терминологическое предложение. А то, что вне сущей, да? Вне сущей, оно есть. А на самом деле, ну не на самом деле, опять же, да, 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 да. Различие в следующем состоит. Есть нечто конечное, что нам дано в чувствах, и действительно о нем можно говорить как-то определенного рода существования. Существование, да. А есть нечто, что тоже существует, но никаким образом еще. Вот я предлагаю, чтобы не путаться, не говорить, но тоже существует. Не говорить, существование говорит только о том, что существует, а сущим. А то, что вот, ну тоже, чтобы не было. У нас получалось так, что вот это, объект, существует, Это тоже существует, но существует как-то иначе. У нас получается дублирование неопределенности. Я предлагаю, это говорит существует, а это говорит есть. У Кайдегера, кстати, в поддержку Васа состоит в том, что, например, у него не субъект, у него называется Дазайн, а оно действительно экзистирует. То есть у него все вещи существуют, они одного плана бытия, а Дазайн, оно другого плана бытия. У него один Дазайн, а Дазайн экзистирует. Ну да, у нас существование субъекта и объекта разное. Разные планы, да. Поэтому, вот скажем так, я не предлагаю всем этим пользоваться. Но если в моем тексте вы прочитаете, существует что-то, значит это говорится о том, что дано какому-то субъекту. Если я напишу, что это есть, значит вы должны понимать, что это нечто трансцендентальное, это нечто за явлением, нечто то, что не дано непосредственно восприятию, и нет того субъекта, который это может воспринять. А можно еще и к другому. То, что существует, это относится к конечным понятиям, а то, что есть... Это предельные, ну я называю предельные понятия философские. Можно разделить так, предельные, то есть конечные понятия и предельные понятия. Потому что бесконечные как бы это... Ну бытие явно бесконечное. Тебе маленькие возражения на самом деле, да, чтобы как бы в бочку меда, каплю текти кинуть, да там. На самом деле, как бы, если вдуматься, у нас есть существование вещей, один способ существования, существование растений, второй способ существования животных, третий способ существования, существование человека, четвертый способ существования, ну там ангелы. Если они существуют... Булат, я на это ответил сразу же, что мы не обсуждаем, есть различные... Я имею в виду, что вы каждый раз будете в новом слове... Нет, 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 есть существование и разные онтологические способы этого существования. То естественно, что я могу ходить трустой, бегать трустой, я могу бегать спринтерский... А почему ваша субъекта, это просто не тот же самый, просто не другой онтологический статус? Не другой. Но вот это странно, потому что... Нет, то есть, скажем так, он принципиально другой относительно всех, кого вы перечислили. Принципиально другой. То есть, скажем, вы отличить существование растения от животного, это одно и то же. Это существование, данное, проявленное в неких атрибутах и данное некому субъекту. А здесь не данное субъекту. Про субъекту хорошо, а в обещи себе она определенно... Она никому не дана. Но она определенно какой-то онтологический статус имеет. Не имеет онтологический статус. Но это не субъект, понимаете, в любом случае. Нет, вещь в себе не имеет онтологического статуса. А субъект можно согласиться на самом деле? Она не онтологична, она акносиологична. Но просто еще раз говорю, здесь проблема со терминологией. Мы же сами отначили с терминологией. Конечно, только терминология. Придется придумывать, что существование один и существование два существования. Ну ладно, я бы ответил. Это вам так кажется, что вы ответили. А на самом деле вы... Ну ладно, давайте для каждого стола придумать другое. Да дело не в этом. Вы приравняли субъекта к абсолюту, к вещи в себе, которые в принципе имеют разный антологический статус. Одинаковые. Они не имеют антологического статуса. Вот он-то и состоит вашу проблему. Они ни антологического статуса не имеют. Потому что антология, это только всегда существование. Да, 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 да. Они находятся за пределами существования. Абсолют, субъект, вещь в себе. Они находятся за пределами. Это их объединяет. И я предлагаю не использовать для них антологический термин «существует». А использовать, чтобы отличать их от... Предлагаю использовать термин «есть». Нет, просто здесь еще вещь в себе – это вообще выдумка. Это просто пустое понятие. Нет, это не пустое понятие. Я пустое понятие, на самом деле. Это не пустое понятие. Нет, потому что субъект – это нечто феноменальное. Не дано. Оно не дано, но мы примысливаем в качестве основания. Ну и вещь в себе также примысливаем. Точно так же, как болезнь. Я уже говорил много раз про болезнь. Много и болезнь сама не дана, но через симптомы мы как бы примысливаем. Да, да, да. За всем этим стопом болезнь. Так и вещь в себе мы также примысливаем. Нет, вещь в себе мы не так примысливаем. Это пустое понятие. Нет. На самом деле это... Ну, Блад, когда мы... Поэтому, вот мне странно отождествление субъекта и вещей. Да нет, еще отождествление. Блад. Вы в одну категорию повещаете. И сходы различий, и вы еще тоже. Я тогда, может, согласился. Нет, нет, Блад, Блад, Блад. Естественно, что давайте еще проведем классификацию предельных понятий. Их можно. Но сначала мы делим на, скажем, конечные и предельные. Вот эти существуют. И онтологически это существует. Это есть. Дальше будем делить дальше. Вот это деление, это и есть граница. А дальше будем существовать. Такое-то, 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 такое-то. Есть такое-то, такое-то, такое-то. Естественно, что субъекты и вещь в себе это разное. Но для этого нужно еще провести работу. Я разделил только вот на этом уровне. Естественно, что дальше можно сколько угодно делить. Если захочется, если понадобится. Действительно, может быть, Севичу как-то, мне для какого-то решения какой-то проблемы понадобится отделить, скажем, субъект от абсолюта. Это разный, абсолютно. Понадобится. Тогда нужно будет понимать, вот есть предельные понятия, и есть предельные понятия такого-то вида, есть предельные понятия такого-то вида. Они и то, и то есть, но они отличаются как-то. Так же и существование. Естественно, существование ангела отличается от существования кошки. Но это и относительно субъекта и есть, это одно существование. В себе они так отличаются, но относительно вот этого разделения, это как бы одно разделение.